Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Я с радостью представляю сегодняшнего моего собеседника, гостя эфира, академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, с историком надо говорить об истории. И знаете, здесь недавно, хотя эта история очень актуальна, я здесь недавно где-то прочитал, ничего особенного, но достаточно, по-моему, на мой взгляд, остроумное одно замечание о том, что наши власти, не знаю уже на сколько там, с удовольствием, но все еще пытаются решать все время проблемы прошлого и будущего, но никак не берутся решать насущные проблемы настоящего. Так вот, ну, про будущее не будем, а вот то, что они пытаются все время решать проблемы прошлого вместо того, чтобы решать проблемы сегодняшние, да, мне кажется, это довольно точное наблюдение. И с этой точки зрения вообще все вот это специальная военная операция под названием «Война» или «Война» под названием «Специальная военная операция», такое ощущение, что она, в основном предлогом и поводом для всего этого братоубийства, была история, да. Нам все время пытаются доказать, что мы решаем какой-то крупнейший исторический вопрос. С кем Украина? Мы вместе с Украиной, мы против Украины, Украина против России, Россия против Украины и так далее и тому подобное. Вы как историк, как к этому относитесь? В общем, можно ли исторические проблемы решать с помощью оружия? Вы знаете, я позволю себе прокомментировать ваши вступительные слова о соотношении настоящего, прошлого и будущего. Вот в этом смысле, в том смысле, который вы показали, что делает современная российская власть, они следуют принципам Ницше, который говорил, что тот человек будущего – это тот, кто контролирует прошлое. или Оруэлла, который тоже говорил примерно то же самое, о том, что тот, кто контролирует прошлое, будет контролировать настоящее и будущее. И это… был еще один такой персонаж, очень неприятный, Адольф Гитлер, который говорил, историю изучают не для того, чтобы знать прошлое, а для того, чтобы уметь защищать интересы нации сегодня. Вот. Так что в устах, в руках, если можно так сказать, современных российских политиков история – это не поиск какой-то там исторической правды, как они пишут, или чего-то еще. Это такая идеологическая машина, которая должна обслуживать их интересы и давать им легитимацию, поскольку они уже не заинтересованы и не имеют юридической легитимности, поскольку нарушают сами все ими же принятые законы и Конституцию с поправками и прочее, то они в историю ищут себе, вот, так сказать, оправдание. То же самое это касается вот этой самой войны и военной агрессии России против братского народа, или одного народа, как утверждают современные идеологи и политики. Она тоже, так сказать, ее основания ищут где-то вот в глубине и утверждают, например, что у Украины никогда не было такого государства, да, и что Украина – это уродливое детище Ленина, который создал, значит, государство, которого никогда не было, что неправда, потому что Украинская Народная Республика возникла в июне 1917 года. Тогда еще никакого Ленина, вождя и лидера какой-то там организации, кроме маленькой большевистской, не было, никто про Ленина ничего не знал. Они сами по себе возникли. И то, что говорят, что это уродливое детище Ленина, но тогда и РСФСР, то есть Россия, и Беларусь, и там, я не знаю, Центрально-Азиатские республики – все это уродливое детище того же Ленина, Сталина, Троцкого и прочее. Вообще, чтобы понять, что сегодня происходит, можно пойти двумя дорогами. Это вот одна дорога – искать в истории корни всего того, что происходит, а другая – это вот искать причины в сегодняшней политической, там, социальной, международной жизни, внутренней жизни и так далее. Должен сказать и то, и другое – это такие абсолютистские абсы, подходы такие очень радикальные. Я думаю, что истина действительно лежит посередине, что нужно знать предысторию всего того, что было, и, в общем, анализировать сегодняшний день, природу сегодняшней, власти российской, там, международной ситуации и так далее и тому подобное. Но если для нас с вами это, ну, вот, в общем, сейчас это такая, что ли, словесная тема, тема теоретического объяснения, то для украинского народа, братский он или не братский, это проблема экзистенциальная, это проблема выживания просто. Будет ли существовать, не то, что у государства, просто этот народ или нет? Потому что, когда я читаю, что вот сегодня, кажется, или вчера это произошло, Харьковский центр переливания крови, туда попадает какой-то русский снаряд, и, соответственно, там, гибель людей, и тех, кому переливают, и тех, кто переливает, и раненые, и прочее. Это чудовищно. Понимаете, это не война такая вот, там, я не знаю, танк на танк, самолет на самолет. Вот это вот. Но, конечно, конечно, вы сказали, что вот я историк, что вот можно поговорить с историком в истории. Да, нужно, потому что вот эта война и то, что происходит в России в самой, а война является прежде всего следствием того, что в России происходит. В России возникло то, что я сам для себя называю неототалитарной диктатурой, то есть тоталитаризм номер два. Один уже был, мы от него избавились сами, кстати говоря, без всяких, так сказать, союзнических войск, как Германия. И это, так сказать, в плюс российскому народу и его вождю Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Вот. А вот сейчас у нас произошла реставрация тоталитарных порядков. Конечно, они в новой форме. Конечно, они не повторяют один в один, так и не бывают в истории того, что было в 20-м столетии. Но тем не менее так. И следствием этого режима является вот эта война. Сначала эта война была внутри страны, гражданская война. Тоталитарная диктатура всегда, так сказать, стремится к тому, чтобы, ну, осуществлять экспансию внутри страны, находить там иноагентов, там нежелательные организации и прочих людей. Там раньше они назывались враги народа, до этого лишенцы в первой конституции советской 18-го года. И вот обрушить на них шквал репрессий, который постепенно переходит уже в террор. То есть из репрессивного государства оно превращается в террористическое государство. И, например, вот этот последний приговор Навальному, 19 лет, это невероятно. У него еще осталось там 9 от предыдущего, и еще 19, да, и до этого Харам-Урзея и прочее. Это за пределами какого-то человеческого. Но это привело и к внешним, значит, последствиям. То есть война. И началась она не 24 февраля 1922 года, она началась гораздо раньше. Она началась, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, да, и поддержала там сепаратистов в борьбе против украинской власти центральной. Эта война и вообще и то, что происходит в России, я постоянно повторю, что не только война, но и то, что в России происходит, те вещи, конечно, связанные, но они предполагают изменение все-таки какого-то, ну что ли, подхода к истории. Не полной ревизии отказа, но корректировка подхода к российской истории, поиск каких-то, может быть, других акцентов, каких-то других точек зрения, позиций. Это необходимо. Но это общее для всех стран. Как немцы после Второй мировой войны, итальянцы после Второй мировой войны, ну и прочее, прочее. Как многие-многие там страны, пережившие какой-то переломный тяжелый период, они уясняют себе, что же было у нас самих такого. Тут же возникают, конечно, я сейчас закончу, такие радикальные позиции, отменить вообще русскую историю, нужно закрыть 500-летний проект России, обратить внимание на их культуру, их, так сказать, классики, начиная от Пушкина и заканчивая Бродским, они все империалисты и прочее, прочее, прочее. Да, конечно, русская культура не без изъяна, это факт. И отчасти эти обвинения справедливы. Но надо посмотреть на культуру других народов, и мы обнаружим примерно то же самое. Поскольку люди очень различаются, но одновременно все-таки они и люди, и это главное. И, соответственно, в их культурах есть схожие болезненные темы, болезненные вопросы и у народов европейских, и неевропейских, и так далее. Да, извините, что я так долго, так сказать... Нет, 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 ну что вы, важен еще и такой академический подход к какой-то мере. Вы знаете, ведь на протяжении этих полутора лет, вот с 24 февраля 22 года, с той даты, которую вы помнили, люди, наблюдающие за этим, да, наблюдающие, комментирующие, обсуждающие, да, вот этот конфликт военный, они все время задаются вопросом, ради чего, да, ради чего, почему, что причины, реальная причина, почему вдруг одна страна становится агрессором по отношению к другой стране, да. Потому что никто не верит в заявленные цели, где нацификация, где милитаризация, в общем, про это уже все забыли, теперь все говорят уже просто об обороне. Но дело даже не в этом. И многие сходятся в том, что, собственно говоря, это борьба, это не борьба, а это была, это агрессия против другого пути развития, да. Что Украина для России раздражитель, и всегда была, и в истории тоже, как альтернатива, как другой путь развития, более, если хотите, западнический, да. Мы знаем же, что и внутри России всегда эти два направления боролись друг с другом. Западничество и славянофильство, это XIX век, ну, до этого там всегда у нас были то, что можно назвать там, даже, да, здесь вот, даже в отношении там, не корней русского государства, да, еще Михаил Васильевич Ломоносов там свои такие патриотические версии, в отличие от таких, от западнических выдвигал. То есть это, столкновение это всегда было. И Украина как бы, как, вот как, как другой путь, еще раз повторю, как другой путь развития, да. И когда в 13-14 году произошли те события на Украине, когда Украина отказалась от Януковича, который в последний момент сменил вектор развития с европейского на пророссийский, хотя, к сожалению, пророссийский – это не европейский почему-то, да, это должен быть тоже европейский, то вот тут, значит, вот тут Россия и возбудилась. Она не может отпустить Украину на Запад. Она должна держать Украину при себе. А сама она на Запад почему-то идти не хочет. Почему-то она стоит на позициях антизападничества. И еще раз повторю, почему я к вам апеллирую, потому что не с времен там великого княжества Литовского, которое, собственно говоря, и было такой западной альтернативой развития русского государства. Вы знаете, вы начали с того о причинах войны. Я думаю, что главная цель войны и причина войны – это сохранение собственного режима. Вот пока идет такая страшная война, мобилизация общества, там, ужесточение законодательства и прочее, прочее, этот режим себя чувствует в относительной безопасности. И его персонификатор тоже. Говоря прямо, жизнь и политическая, и вообще физическая жизнь Путина и его окружения связана с продолжением войны. Если война закончится, будет вопрос. Тем более, что она не может закончиться победой, когда там под какие-то победные фанфары пройдут по Крещатику, значит, вот эти вот самые солдаты и офицеры, которые сейчас воюют в Украине. Поэтому эта война для режима и для его нынешних вождей, эта война очень и очень связана с их физическим и политическим существованием. Теперь Украина как такая вот то, что раздражает Россию. Но я вам должен сразу сказать, что хотя я полностью, я очень люблю Украину, я полностью на стороне Украины, Киев и Одесса – мои любимые города, и я вообще помечтал, чтобы столица большой России была в Киеве, чтобы возродилась Киевская Русь. Это не худший период русской истории и истории украинской теперь, которая уже давно не русская. Так вот, я скажу такую, может быть, странную вещь для меня сегодняшнего. Я вспоминаю слова бывшего президента Украины Александра Квасневского. Польши. Польши, да. Извините, я оговорился. Польши, конечно. Это такой человек очень был просоветский, он был лидером комсомола польского, потом возглавил польское государство. И этот человек, этот человек прекрасно говорил по-русски, там Путин его называл Саша, там Ельцин его называл Саша и так далее. И он к ним, соответственно, обращался. Он сказал однажды, что ни одно европейское государство не заинтересовано в том, чтобы Украина была с Россией вместе. Украина должна быть отдельно от России. Потому что в этом есть аризонная для Квасневского слова позиция, которая заключается в том, что Россия, вот в нынешнем ее смысле, с Украиной вместе, это возрождение империи, это еще больше шансов на продолжение империалистической политики и интенсификации русского империализма. Безусловно, без Украины, без Украины. А Россия теперь потеряла Украину, ну, навсегда. Потеряла не в смысле и своей провинции какой-нибудь, а в смысле того, что просто эта страна, ее народ будет нас ненавидеть. Да, вот, в этом случае, ну, на нашу с вами жизнь, до нашего поколения это так. Что будет потом, конечно, мы не знаем. Вот, происходят в мире замечательные вещи. Поляки примиряются с украинцами, несмотря на, значит, всякую там резню известную, и ненавидеть другого француза с немцами, ну, и прочее, но только евреи с арабами никак не могут примириться. Вернее, арабы с евреями, скажем так. Вы упомянули Великое княжество Литовское. Это очень интересно, это очень важно. До революции в гимназиях мужских, во всяком случае, в университетах, история этого княжества, Великого княжества Литовского, читалась как еще одна история России. То есть такая неальтернативная даже, тогда этого еще не было, такого подхода. Но вот это иная история. Причем история, хотя это называется Великое княжество Литовское, на девять десяток по территории и больше, чем на девять десяток, то есть больше, чем на 90%, жили люди, которые были предками нынешних украинцев и белорусов. Это потомки Киевской Руси в узком смысле слова, то есть княжества Киевского, вот в рамках древней Киевской Федерации Русской. И там до, там я не знаю, конца 16 века совершенно точно все юридические документы, бюрократический язык чиновничий, все это велось на русском языке. И потомки Рюрика, Рюриковича, и там оставались не только на Московской Руси, но и там оставались большими людьми. Причем это Великое княжество Литовское территориально в лучшие годы существования, это вот где-то начало 15 века, да, оно простиралось от Балтийского до Черного моря, между двух морей, да. Великое княжество Литовское, границы ее восточные проходили по Смоленской губернии и Вяземской губернии, будущем губернии, там никаких губерний не было, были княжества. Вяземское княжество совсем близко от московского находилось и от Москвы. Вообще граница в некоторые годы проходила там, где сейчас железнодорожная станция Голицына, да, это совсем близко к Москве. Бывали времена, когда целая такая вот значительная группа княжеств русских, там, Нижегородское, Новгородское, значит, государство, Псковское государство, Калуга, Тула, Тверь и даже Москва признавали главенство великого князя Литовского и как бы вот входили хотя бы частично в его государство. То есть это очень влиятельное большое государство, 7 миллионов населения, по тем временам это весьма и весьма много. В Москве жило не больше людей, во всяком случае, до определенного периода. Вот. Великое княжество Литовское возникает, в общем, где-то в 13 веке, 13 век. Это тогда же, когда вот монгольское нашествие на Руси и на Литву тоже, кстати говоря, оно возникает, когда и князь Миндовк решил объединить эти племена литовские. А они находились под постоянной угрозой орденов Тевтонского ордена и Ливонского ордена. Эти ордена – это были такие военизированные, ну, монахи, да, которые по решению Папы Римского должны были вот в этом регионе Европы провести православных, сделать с католиками, а литовцы, не многочисленный народ, который объединил вот такие будущие украинские и белорусские в одно государство, то есть вот западных русских, это было последнее племя европейское, которое перешло в христианство. Это произошло в конце 14 века, только тогда. До этого они были язычниками, это было воинственное, видимо, хорошие воины были, но как норманы, которые сыграли большую роль в других частях Европы в образовании государства, что называется в новой стейт-билдинг, то вот здесь этим занимались литовцы, и они вот организовали такое мощное государство, которое воевало с орденом, и были противоречия с Польшей, с которой потом они создали одно государство, были противоречия с Золотой Ордой и Крымскими татарами, когда Крымско-татарское ханство возникло, ну и, разумеется, с Москвой, с Москвой. Причем интересно, что они называли в Литве тогда Москву называли Залесская Украина, то есть окраина, то есть они центр, а это вот за лесами и так далее, там вот есть какая-то, как нас, мы же московиты, называли в Орде Залесская Орда, то есть это с востока, это с запада. Так вот это Великое княжество Литовское, расположившись на этих огромных территориях, и надо сказать, что территории в природно-климатическом смысле гораздо более, что ли, удобные для развития цивилизации, экономики, культуры и прочее. Там мягче климат, там черноземные земли, ну и там много городов довольно, ведь Древнекийская Русь была гордарикой, то есть страной городов. Это была прежде всего страна вот из больших городов по Днепровскому бассейну, которые располагались. Но это другая история, тем не менее, они унаследовали большие города. Московская Русь, в отличие от Литовской, была страной лесов, там потом степей, очень малого населения и маленьких, не сильных городов. Ну Москва лишь, потом Новгород, когда присоединили, и Псков, но все-таки здесь мы уступаем. Так вот, это Великое княжество Литовское, оно сразу начинает отличаться его развитие от московского. Вот история Московского Великого княжества, потом царства, это история усиления центральной главной власти, то есть превращение Великого князя Московского в такого мощного автократа. Много лет назад ваш покорный слуга и один его коллега назвали эту власть моносубъектом русской истории. То есть, это единственный был субъектом, другие были объектами. Власть была субстанцией, остальные были там функции и прочее. Чего в Литве не было никогда. И с самого начала существования Литовского государства, ну, можно говорить о том, что Литовское государство уже существует в начале 14 века, потому что в конце 13-го она, вот, старания князя Миндовга после его смерти были многие уничтожены. И опять, так сказать, такая разробленность литовских племен. Но в начале 14 века они сумели объединиться и сразу же, по сути, сразу же они ограничили власть своего великого князя Господаря. Сразу же. И сразу же при князе возникает то, что мы называем представительными органами. То есть, это органы, которые представляли интересы шляхетства, то есть дворянства. И аристократии, и панов. Они сразу ограничивают власть вот этого великого князя литовского. То же самое будет происходить и в Польше, и параллельно с этим. И они берут пример друг с другом. Конечно, литовцы больше берут пример, чем поляки с поляков, потому что они были более развитые, более втянутые в европейские дела. И вот это великое княжество литовское возникает на этих землях. Оно православное, но православие отличается от московского. Православие, как и сегодня мы видим, проблема, как только, так сказать, пришла эпоха свободы друг от друга, так сразу же и церкви, так сказать, начинают разбегаться. Так вот, там церковь является подчиненной частью общерусской митрополии, а митрополит сидит в Москве. Это один из факторов и причин того, что именно Москва, там не Тверь или кто-то еще объединили вокруг себя северо-восточные славянские княжества. Поскольку церковная самая идентичность тогда была преимущественная, она была выше, там, княжевской какой-то еще. Да, выше митрополит. Да. И поначалу литовская часть русской православной церкви, литовская церковь, она входит в эту митрополию, которой подчиняется Москве. Но со временем она пытается выйти из-под контроля Москвы, и это происходит. Как это происходит и сейчас, мы видим в Украине, значит, они добиваются того, что Константинополь поставляет, а Константинопольский патриарх был и надмосковским митрополитом, конечно, начальником, они поставляют туда, устанавливают там свою митрополию. Русская церковь разваливается на две части – на западную митрополию и митрополию московскую. И западная митрополия подчиняется Константинополю до последних дней своего существования, а московская пытается все время выйти, выйти, потом выходит, становится автокефальной, потом становится патриархатом и так далее. Но церковь, это очень важно для того времени, и как мы видим, это и сейчас очень важно, что украинская церковь все-таки отличается от российской, от московского патриархата. Так вот, та церковь, она находится в постоянном диалоге, иногда очень таком жестком и непринимающем друг друга с католиками, поскольку рядом католическая Польша и влияние католицизма ощущается, с протестантами, которые возникают в 16 веке, да, и там у них тоже. А католики были не просто католики, туда приходят иезуиты, да, и такой передовой отряд, значит, римско-католической церкви. Там же в городах живут иудеи, то есть они находятся в постоянном таком диалоге, такой конгломерат в отношениях с другими религиями, как внутри христианства, так и вне христианства. А уж когда, так сказать, в историю Великого княжества Литовского вмешиваются крымские татары, которые были мусульманами, они и сейчас мусульмане, вот, то еще и, значит, с миром исламом надо искать какие-то отношения и диалог. Это делает эту церковь другой. Когда же, да, постепенно, постепенно Великое княжество Литовское теряет свои такие государственно-политические, геополитические позиции, уступая Москве, да, при том, что она постоянно должна отбиваться от орденов, которые, так сказать, в нее вторгаются. Причем тут ордена уже борются с Великим княжеством Литовским не как с языческой какой-то субстанцией, они борются просто как вот с соперниками, которые рядом живут на одних и тех же землях. Так вот, постепенно теряя свою международную политическую значимость, Великое княжество Литовское все больше и больше обращает взоры к Польше, потому что с орденами примирения нет, Московия, так сказать, на них наступает, Москва усиливается, неся гораздо более жесткие порядки, чем они привыкли. Что касается Польши, то многостолетнее соперничество и сотрудничество, так можно сказать, про их отношения, которое закончилось тем, что Великое княжество Литовское и Польша создали единое государство. Что для украинского и белорусского будущих народов, они так не назывались еще, но для них это было, конечно, негативное воздействие. Кроме всего прочего, опять же, если вернуться к церковным делам, то, как мы знаем, в 1453 году турки-османы, турки-сельжуки завоевывают Константинополь и Византийская империя уничтожена, и Константинополь попадает в руки, значит, иноверцев, совершенно чуждых, так сказать, тому, что было. И за несколько лет до этого, уже предчувствуя, что приходит в Византии конец, Константинопольский патриархат обратился к Риму, с которыми столетия вражды и ненависти, и неприятия друг друга были, и взаимных, так сказать, проклятий и отключений, обращается с помощью. За союзом, это известная Флорентийская уния 1439-1442 года. Они говорят, давайте создадим единую церковь, мы будем административно подчиняться вам, и, так сказать, римский папа будет главой его, а не наш патриарх, но вы нам оставите наши, так сказать, обряды, наши суть, в смысле самосодержание веры, наши традиции, обычаи и прочее. И, действительно, заключается такая уния, которую принимает и литовская митрополия, и московская. Там находится представитель московской митрополии Исидор, грек, как говорили, тогда выходец из Византии. Он подписывает ее, но когда возвращается в Москву, то московская власть, конечно, отвергает и, в общем, свергает Исидора. А литовская церковь Великого княжства литовского православного принимает эту унию, и тогда происходит раскол, но не вся, в лице своих, прежде всего, иерархов. А основная масса православная, вот такие протоукраинцы, протобелорусы, западные русские, они не принимают, начинается борьба. Но эта борьба приводит к тому, что меняется очень сильно само православие Великого княжества литовского, православие украинцев и белорусов. В городах возникают так называемые «братства». «Братства» — это такие организации прихожан не высшей иерархии, а сами прихожане организовывают, так сказать, демократия низовая. Они организовывают «братства», которые… такие товарищества, да, которые строят больницы, которые строят типографии и печатают книги. Книгопечатание в Литовском Великом княжестве началось на 100 лет раньше, чем в Московском, да. И Иван Федоров, первопечатник московский, которому памятник стоит в центре города, прямо в счете бежал в Западную Украину, во Львов, чтобы спрятаться от преследований православных иерархов, которые не приняли книгопечатание. – Спасибо за такой подробный рассказ о Литовском княжестве. Но меня там вот что интересует. Но, тем не менее, почему Москва, будем так говорить, да, Москва, которую сейчас… Россия, да, почему она отвергает западный путь развития? Почему? Хотя вроде… Мы же уже в советское время даже, мы все время говорим, мы европейцы, да. Мы европейцы, мы европейцы. Россия европейская страна. Россия входила, сейчас она сама вышла бы, в какие-то европейские структуры, да. Но у нас герой Александр Невский, который победил европейцев, но сотрудничал с Ордой, у нас Украина не туда пошла, потому что она пошла по европейскому пути, а надо было идти вместе с Россией непонятно куда, туда, туда, в Китай, в Корее и так далее и тому подобное. С одной стороны, мы европейцы, с другой стороны, мы не хотим быть европейцами. Понимаете, я должен еще сказать несколько слов, отвечая на ваш вопрос, несколько слов о Великом княжестве литовском, и закончить вот эту свою идею иного типа православия. Вот это вот православие, которое занималось строительством больниц, школ, организацией высшего богословского образования, это было православие социальное, как сейчас говорят. То есть оно входило в мир, оно не сидело только за церковные ограды или в монастырях, оно шло в мир, оно работало с людьми, так сказать. То, что мы видели, кстати, очень много в 20-м столетии, особенно в странах, как Германия, которые потерпели крупные поражения, там социальное крестьянство сыграло огромную роль в поднятии этих стран. А российское православие работает с властью. Более того, в Москве царь и митрополит, потом патриарх, это как бы вот двуединство, либо, так сказать, это кончается гибелью патриарха, как там с Никоном было. А вообще ситуация в Великом княжестве Литовском, а это прежде всего история западных русских, украинцев и белорусов, представляет себе страна, где существует университет, и там может учиться русский. Краковский университет один из первых в восточной, центрально-восточной Европе и далеко не последний, я имею в виду по времени создание в Европе, Краковский университет. Там, например, князь Андрей Курбский, первый русский эмигрант, который бежал от Грозного, там учится его племянник, потом он едет учиться в Италию. Это так, как современные люди учатся в Краковском университете, потом где-нибудь там, я не знаю, в университете города Рима и прочее. Есть университет. В 1543 году Коперник становится тем самым Коперником, который знает его весь мир. В это время польско-литовское государство едино, речь посполитна. У них польский король, он же великий князь литовский, и наоборот. Аристократия дворянств этих стран совершенно, так сказать, совместимы, одинаково организованы и прочее. А в 1543 году митрополит Маккарий – это такой вот очень добрый персонаж российской истории и человек, который пока был уже ограничивал безумие Ивана Грозного, занимается изданием «Четье именей». Это сборник всех, так сказать, таких преданий христианских о русских православных. Один изучает небо уже, как мы с вами, условно говоря, изучаем его, а тот еще живет в рамках такого, что ли, сакрально-вечностного государства, цивилизации. Воспитывает совершенно разный человек. Не могут резонно возразить. Это речь идет о верхах, а что там, я не знаю, украинскому крестьянину или тульскому крестьянину, которые как пахали землю в 14 веке, так и в 15-м, и продолжали пахать. Согласен. Тогда вся история Европы сводится к той же самой, так сказать, диспозиции. Верхушка там вся знает латынь, верхушка читает там Аристотеля, Фомо Аквинского, а простые люди работают. И это только столетиями, столетиями наращивалась вот эта вот демократия, когда просвещение, образование обрушилось и на простой народ. Так вот, различия между культурной, что ли, духовной, образовательной, политической, правовой сферой были грандиозны. В городах магдебургское право. Вот в городе Дрэзен магдебургское право в Германии или в Ляйпциге, оно же в городе Полоцк или оно же в городе Минск, оно в городе Киев там и так далее. То есть во многих городах была такая магдебургское право, то есть право бюргера, право гражданина, жителя города, да. А как говорил Макс Фебер, воздух города делает человека свободным. Потому что городская цивилизация устроена по другим совершенно принципам. А Россия не городская цивилизация до конца 19-го столетия. И в этом смысле совершенно другой тип человека рождается. И там и там есть крепостное право, кстати говоря. А крепостное право еще было более жестким в какой-то момент, когда Польша, часть польско-литовских земель забрала себе, и польская знать пошла, значит, эксплуатировать украинских крестьян не только как вот крестьян, но и как иноверцев. То есть они их преследовали и были жесткими к ним, как вот католики к православным, как более совершенный высокий тип христианской веры, а православие вообще не признавалось такой, так сказать, схизматики и все. Вот два русских пути, да их даже больше, потому что был еще Новгородско-Псковской путь, это совершенно такой вот Северная Европа, Союз Северной Европы и прочее. А здесь, ну, например, в 70-е годы 16 века, то есть 1570, в Варшаве принимается так называемая Варшавская конфедерация. Несколько десятилетий назад ЮНЕСКО объявило этот документ одним из самых драгоценных и важных в духовном и культурном истории человечества. Речь шла о религиозной терпимости, это век религиозных войн, религиозной терпимости и равенства религий католиков, католики потом отказались, протестанты, православные, униаты, та часть православной церкви, которая согласилась на условия унии, и она по-прежнему существует, она и в Украине существует, униаты, мусульмане, иудеи, это вообще совершенно потрясающая вещь, все равны, только католики отказались, но тем не менее, тема религиозной терпимости, нельзя себе представить, что на Руси эта же тема, на Руси в это же время заканчивается опричненно, то есть один из самых безумных, ужасных периодов русской истории. Совершенно разный тип человека, вот человека городского, человека привыкшего к религиозной терпимости, человека привыкшему к тому, что есть образование, за Краковским университетом последовали и другие, высшие учебные заведения в польско-литовском государстве, и у западных русских, у украинцев возникает первое богословское высшее учебное заведение Могилянской академии, это 30-е годы XVI века, на Руси еще полтора столетия до этого. Эти люди знают, что во главе этих государств могут стоять и иностранцы. Например, в Польше и Литве был король и великий князь литовский Стефан Баторий, это человек, пришедший из Трансильвании. Или в 70-е же годы там был Генрих II Волуа, это король, при котором потом состоится вот в Арфамееву ночь, он там тоже был одно время королем. Русских тоже потом будут избирать королем, королевича Владислава Польского, но это еще пройдут десятилетия. А здесь же и выборность высшей власти, выборность не наследования, а выборность высшей власти. Ее ограничено… – Интересно, если бы потом перешли на немцев. – Мы? – Перешли на немцев, да. – Ну да, ну там датчане там, ну да, ну да. Я понимаю, но, кстати, вот эти вот связи между литовскими такими аристократическими родами и русскими были всегда, и часть русских великих князей женилась на литовских принцессах. Господи, мама Ивана Грозного, княжна Елена Глина, Глинская, которая приехала из Литвы, и он женился на ней, Василий, третий отец Ивана, и Иван Грозный был наполовину литовец. А Елена Глинская была потомком Мамая, то есть Иван Грозный был одновременно потомком Дмитрия Донского и потомком Мамая, потому что Мамай после Куликова поля забежал в Литву. И там возникла вот такая небольшая этническая группа литовские татары, которой, кстати, принадлежал будущий основатель ЧК Феликс Держинский. Он был польский дворянин, но из вот этого вот субэтноса литовских татар, так сказать. Интересно. Да, это интересно, конечно, все. И они были все, так сказать, между собой связаны. И литовские, и русские княжные выходили за великих князей литовских, казачьих, королей польских. Это постоянно шло. И на каком-то этапе русские наследники престола, например, Федор Последний из Рюриковичей, Федор Иоаннович, после его смерти смута началась, он претендовал, был одним из трех претендентов на избрание, видите, там избрание, на избрание великим князем литовским и польским королем. Я подчеркиваю, что это одно и то же. Один и тот же человек был и тем, и другим. То есть такое соединение высших властей. Природа власти, легитимность власти совершенно другая. Почему? Московия – это мощное централизованное государство, а польско-литовская государство – это федерация, где сильны субъекты этой федерации. Но центральная власть слабая, и институтов центральных почти нет. А в Москве, наоборот, мощная центральная власть и слабость, так сказать, вот этого самоуправления. Хотя не полностью, но тем не менее. Нужна сильная власть для того, чтобы ее сохранять бесконечно. Да, я вообще для себя вывел… Так, если… Я для себя такую формулу… …современный русский. Да, я такую формулу для себя вывел, что Московия, Великое княжество московское, а потом царство московское выбрали государя и государство. Вот сильного, мощного, ничем не ограниченного и так далее. А Литва, это украинцы и белорусы в основном, выбрали человека. Человека. Он свободнее там. Не надо тоже строить иллюзии. Такие века тогда нигде не было. Но по сравнению с московским вариантом, это… Ведь после того, что называлось объединением братских народов при Богдане Хмельницком и царе Алексею Михайловичу в 1654 году, ведь украинцы взвыли, когда московские властители туда пришли. По этому договору между Хмельницким и Москвой Украина имела большие права на самоуправление. И тем не менее, когда там появились представители московской власти, они поняли, насколько более жесткий режим в Москве, чем вот в этом польско-литовском государстве, где украинцы вроде преследовались. А это и было. Они были там людьми второго сорта. Их вера была холопь и вера. Это были люди второстепенные по сравнению с Польшей. Но с другой стороны, вот тот же Богдан Хмельницкий, вождь казаков и вождь Украины, он знал польский, разумеется, литовский, татарский, турецкий и русский языки. Когда на Руси появятся такие люди? Очень не скоро, в сравнении с тем, что было тогда. И эти люди были открыты европейским влиянием. Понимаете, вот эта вот культура барокко архитектурная, рождение поэзии и лирики. Что значит рождение лирики? Это рождение нового европейского человека, который существует и сейчас. То есть, когда поэзия пишется не как восхваление Бога и, так сказать, комментарий к Библии, а как вот манифестация души, собственных чувств и прочее. Причем эта поэзия возникла на польском языке уже, а не только на латыни. А польский язык был доступный верхам Литвы на сто процентов, так сказать. Иосиф Георгий, тогда ответьте, пожалуйста, на такой очень банальный, вечно задаваемый вопрос. Я сам его задавал сто тысяч раз. Я думаю, что вы сто тысяч раз на него отвечали. Но я не уверен, что каждый раз одинаково, потому что, конечно, очень часто наши ответы зависят от контекста и нам каждая новая ситуация подсказывает какие-то новые ответы. Так вот, рано или поздно это все закончится. Ну что, Россия исторически осуждена на вот этот путь антизападный. Она никогда, не потому что там мы хотим быть западом, но понятно, что вся цивилизация идет оттуда, развитие идет оттуда. Так еще раз вопрос. Мы обречены на это. Все попытки, были попытки, мы с вами до эфира успели поговорить, там были попытки и Горбачевский, и реформы Александра, были реформаторы. Но чем все заканчивается? А заканчивается все тем, что мы видим сегодня. Нет, Россия не обречена на тот путь, на котором она сейчас стоит. Это, конечно, осложняет будущее России, ее настоящее, то, что сейчас происходит. Но Россия не всегда была антизападной и антиевропейской. Особенно, когда возникал враг, который был врагом, он мог быть даже в Европе, как Гитлер, но он был врагом основ европейской цивилизации. И тогда Россия оказывалась на правильном месте. Она вместе с западными демократиями сражалась с этим человеком, который выступал против европейских основ. Это только потому, что он на нее напал, на Россию. А до нападения она благополучно дружила с тем же Гитлером. Но я бы не сказал, что она дружила. Я думаю, что акт Молотова-Риббентропа – это, конечно, позорная страница истории российской. Но дружил Сталин и дружил его режим. И при этом в Кремле понимали, что война будет, как и в Берлине понимали, что война будет и прочее. Но это другая история уже совершенно. Так вот, далеко не всегда Россия была. А 18-19 век, когда Россия является одной из главных стран европейской, что ли, политики. Так называемый европейский концерт. А то, что после наполеоновских войн, именно по инициативе Александра Первого Благословенного – это его такое историческое название полное, Александр Первый Благословенный, создается Священный Союз. То есть такая вот европейская политическая и юридическая интеграция для того, чтобы в политику вернуть какие-то христианские этические основы. Не всегда это получалось и вырождалось в роль жандарма Европы. Но не только Россия. Это и Пруссия, и Австрийская империя того времени и так далее. Первая мировая война. Россия находится в союзе с Францией и Англией. И, например, даже такой внешне антизападный антиевропейский царь, как Александр Третий, вытягивается и руку под козырек, когда Марселье заиграют и прибывает французское… Русско-французский союз. Да, который во многом определил 20-е столетие. Он определил и создание Антанты, когда в 2007 году Англия с Россией, значит, отодвинув в сторону противоречия вековые, объединились в рамках Антанты. И надо сказать, что и те, и другие выполняли свои обязательства. Да, вот русская армия, как было и обещано французам и англичанам, на 14-й день начала войны, значит, войдет в восточную просьбу и вошла. Удалась мобилизация очень мощная. Сейчас вот кричат о мобилизации, которая отвратительная и прочее, но ее даже организовать не умеют. Даже для своих империалистических агрессивных целей организовать. А во время Первой мировой войны России удалось мобилизовать до 15 миллионов человек. Это трагедия, это ужас, но надо вдуматься, какие, значит, механизмы, что ли, существовали, какие институты и процедуры, как они эффективно работали. Нет, Россия очень долгий год. А что касается культуры, ну, о чем речь? Человек номер один русской культуры Александр Сергеевич Пушкин имел прозвище «Француз». Все русские главные философские произведения написаны по-французски. Например, Чаадаев «Начало русской философии» написано по-французски. Например, «Русская идея Владимира Соловьева» написана по-французски. Потом в 20-е годы 20-го столетия основные работы русской философии «Семен Людвигович Франк. Иммигрант». Эти работы написаны по-немецки. То есть эти люди, потом английский язык. «Русский царь» и его жена Александра Федоровна дома разговаривали по-английски. Домашний язык был. Ни русский, ни французский, ни немецкий. По-английски. То есть шло вообще, так сказать, вытеснение даже и французского, не то что немецкого, из такого обихода языкового верхов. При германском дворе было то же самое. Связи были мощнейшие. Миллионы европейцев переселились в Россию. Вот при Екатерине полтора миллиона немцев, которые сыграли очень большую роль в освоении вот этих вот черноземных земель по Волжье, Саратовская область нынешняя и так далее. Огромная роль. В науке мы видим, сколько вообще в русской культуре немецких фамилий и не только немецких. Академия, разумеется, это по просьбе Петра Великого, Лейбниц, Великий Лейбниц из Ганновера, математика, философ, написал план создания Академии. Без европейской музыки можно себе представить Стравинского, Шостаковича, Прокофьева? Можно ли русскую живопись представить без французской, скажем, живопись? Русская философия без философии иностранной и так далее. И даже русский большевизм есть, так сказать, реплика германской социал-демократии и написанных по-немецки и по-английски работ Маркса. Ну, очень по-русски, я бы сказал. Это такой Маркс очень русифицированный, я бы сказал. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Все это так. Это естественно, как Китай китайизировал, так сказать, Маркс и прочее. Это все так. Но Россия действительно… Вот хорошо говорит о соотношении России и Европы. Например, говорит Стравинский, да, Игорь Стравинский, композитор, не философ, не историк. Россия, как всегда, это 30-е годы. Конец 30-е годы. Россия, как всегда, стоит на перекрестке между Европой и Азией, повернувшись спиной к Европе. А другой русский философ, Федор Августович Степун, тоже эпоха 20-30-е годы. Он этнический немец, он совершенно русский философ, хотя прожил в эмиграции потом всю жизнь в Германии и там умер. Так вот, он говорит, что если Европа погибнет, кто же спасет Россию? Если Европа погибнет, кто же спасет Россию? Вот. То есть, вот эта вот связь очень тесная при наличии различий, ну, конечно, а ведь вся русская литература, которая, в общем, если закончится история человечества, что Россия может представить на Старшем суде? Троица Рублева, безусловно, это всемирное настояние, и русская литература, там, братьев Карамазовых, войну и мир там и так далее, поэзию Пушкина, поэзию Бродского и Пастернака. А что еще? Поэзия, например, Цветаевой и Пастернака, крупнейших поэтов начала XX века, первой половины, не было бы без поэзии Рильке, да, такого вот известного раннего Рилька, поэзии Бродского, уже английского влияния, не было бы без поэзии Одена, Элиота и других англоязычных, англоязычных, потому что кто-то из них был американцем, а Навоков вообще был двуязычен, и более того, мне рассказывали, я не читал, но мне рассказывали, что когда он бежал из Берлина, значит, и сначала в Париж, он хотел стать французским писателем, как потом стал англоязычным писателем, но не получилось. Не потому, что он не знал, французский и английский у него были абсолютными. Немецкого он не любил, хотя знал его. Вот. Но, конечно, Аннамбоков, о чем речь? Конечно. Да нет, да вся русская культура она такая, а и сегодняшняя русская культура, безусловно, часть европейской культуры и даже шире такой христианской культуры. Ну, смотрите, но при этом нам уже фактически в открытую говорят, что нас ждет судьба Северной Кореи, да, что мы должны замкнуться в самих себе, и выживет ли эта культура русская, выживет ли вообще Россия вот в такой изоляции, в изоляции от Европы, с которой, я вы совершенно правы, конечно, там естественные связи, которые мы даже порой не замечаем, да, настолько они, они настолько многочисленны и глубоки, что здесь не о чем говорить. Но и, а сейчас, значит, все идет к тому, что Россия замкнется в каких уж границах, я не знаю, но в каких-то своих границах, и скажет, вот это мы, и все. Больше с нами никто дело иметь не хочет, ни Европа, я думаю, что скоро уже и Алья с Африкой туда же пойдут. Знаете, я думаю, что вот то, что вы описали, это вполне возможно, вполне вероятно, но все-таки этого не произойдет. Я думаю, очень уж сильна вот эта вот закваска, многостолетняя культурная закваска, историческая привычки, вот вы говорите, тоже очень важно. И, нет, этого не, я думаю, что это не произойдет, Россия не самозамкнется, Россия, Россия это часть, вообще Европа, Россия это Европа или нет, старый русский спор. Я могу ответить, что можно пытаться доказать и то, и другое с точки зрения такой исторической, да, историко-политической, но сейчас Россия Европа или нет, это означает, какие перед собой ставят задачи России. Россия хочет быть правовым государством, где права человека, так сказать, обеспечены. Тогда мы, нет, я говорю, если она хочет, она Европа, если нет, то она не Европа. Россия хочет, чтобы, так сказать, вот это была свободная сана, выезжай, въезжай, живи, в общем, как хочешь. Все это записано в нашей Конституции, и права человека, и пребывание человека, что человек, если захотел, он все равно стоит российским гражданином, а хочет жить там, скажем, предположим, в Португалии. Это его личное дело, и никого это не касается, и его нельзя лишить гражданством, кстати говоря. Нет, я думаю, что слишком большой запас европейского, ну что ли, Европа и Запад – это не то, что внешнее по отношению к нам, это внутри нас, это внутри нас совершенно. Это не Байден с Макроном, да. Да, понимаете, но Байден с Макроном, мне тоже нравятся больше другие там их политики, но… Да, но кто сказал, что политики должны быть, так сказать, такими… Нет, ну нам-то пытаются внушить, что вот так называемый коллективный Запад – это вот этот, этот, видите, русофобы. Вот это еще идиотское слово, вот это русофобия, да. Я довольно часто бываю в Европе с этой русофобией, я ни разу не сталкивался в отношении них только к себе, да, чтобы мне кто-нибудь сказал, что мы не любим русских там или Россию и так далее. Значит, когда говорим о русофобии, мы имеем в виду конкретных там политиков, которые проводят политику, которая не нравится Кремлю. Это ты сразу становишься русофобом. Это не потому, что эти люди там не любят Россию или что-то такое, какие-то действия предполагают антироссийские. Антипутинские – да, но не антироссийские. Это разные вещи. Я все время вспоминаю слова Набокова, Владимира Владимировича Набокова, который великого русского писателя и там англоязычного великого писателя. Он говорил, с каких это пор ключевое понятие Родины стало подменяться понятием власть. Вот нынешние, так сказать, говорят старым языком, насильники, то есть не насильники, а насильники, тот, кто живет в Кремле, они, конечно, достойны презрения ненависти и наказания. А, кстати говоря, это касается и вообще русского народа, потому что без одобрения, без поддержки ничего бы этого не было. Так же, как касается немецкий народ, великий итальянский народ, который все время поддерживает, как великий венгерский народ, который поддерживает этого Орбана, как часть польского народа, который поддерживает там своих кликуш каких-то ненормальных людей, которые тоже кричат, что мы не Европа, мы храним традиционные ценности, католические и прочее. Мы с вами разговариваем в тяжелое для России вот в этом смысле время, что все меньше и меньше аргументов в пользу ее европейского призвания. Если Россия хочет быть и дальше страною какой-то, какой-то цивилизацией особой, там по-своему красивой, по-своему с недостатками, ну нормальной в общем страной, где жизнь человека обеспечена, потому что все пустое, все науки и техники – это пустое по сравнению с жизнью человека. Вот если, как писал поэт Вознесенский, все прогрессы реакционны, если рушится человек, язык 60-х годов. Вот эта тема. Вообще русскому человеку надо будет выбрать себя. Русскому я имею в виду гражданам России, это может быть татарин, башкир, чеченец, кто угодно, немец, еврей, кто угодно. Он должен сказать себе, этот человек, мы хотим, чтобы наши права уважались, мы хотим, чтобы была социальная справедливость, социальная помощь друг другу. Мы хотим этого или нет? Не хотим. Ну, тогда вот мы не Европа, не Запад и прочее. Конечно, Европа и теперь уже то, что называется, да, очень неприятным для меня словосочетание, коллективный Запад, что-то в этом есть неприятное. Вот. Ну, хорошо, просто Запад, да. Конечно, они стоят в авангарде такого социального развития. Если вообще считать, что история человечества – это, ну, решение, что у некоторых… Для чего вообще человечество существует? Ну, для решения каких-то некоторых задач. Если мы образ и подобие Божие, предположим. И это неважно, верующие мы или неверующие. Но если мы все-таки считаем, что мы не скоты, что не только биология нами руководит, то тогда вот в этом смысле Запад продвинулся дальше. Масса проблем у каждой из отдельных этих стран в целом. Но из того, что человечество знает заширскую историю, конечно, это наибольший фундамент для существования личности, существования человека. Безусловно. И особенно перед лицом новых проблем, как угроза климатической катастрофы, она очень реальна, кстати говоря. Специалисты утверждают, да и мы чувствуем это по себе, так сказать, обывательно, как все это меняется в худшую сторону. Много всяких проблем. Проблемы пресной воды и прочее, прочее. Проблемы непобежденных еще, болезней, таких как экология, сердечно-сосудистые вещи, возвращение туберкулеза. Но у человечества есть над чем работать еще. И тогда мы, если мы хотим быть вместе с передовыми отрядами человечества, давайте. Если мы хотим идти в Африку, давайте. Только не через ЧВК «Вагнер», а через инвестиции туда, сотрудничество там. Так сказать, ну вот, давайте. Посмотрим. 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 Да, Юрий Сергеевич. Спасибо. Это был Юрий Пивоваров, академик. Меня зовут Виталий Демарский, программа «Вдох-выдох». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующей встречи. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова